Кстати, обратите внимание, с левой стороны, вон, видите, опять-таки, с недотеррасного земледельного, ооо, то же самое. Безугорная река. Обычно ведь как бывало, что... Все-таки земли отвоеваны не было. Да, то есть территория очищалась от камней, туда привозился чернозем с других регионов, на арбе, на телеге, и как бы из поколения в поколение обрабатывается. Ну, регулярно чернозем подвозится свежий, конечно. Да, и буры совсем другие. Мы что-ли, вот вращаться будем, мальчиком? Едем в Варгонское ущелье. Я говорю, вам вот как-то некомфортно, а мне вот было некомфортно, когда я попал в Варгонский обувь, вот, равнина как стол. Вы не будем забайкальить. Я говорю, я просто туда попал, думаю, мать моя женщина, если что-то случится, куда пойти, что делать? Вот у меня там дискомфорт, пока нет. А вон там скотинка пасется. Коровы, домик. Да, вон лежат. Там же дорога. Там дорога есть на машине. Если скотинка есть, то жить можно, да? Правда, на диасфальтируемая, на экрабельную дорогу. Там, в общем-то, не один жилой домик. И пасеку я вижу. У меня достаточно большая вам поляка. Что копать? Дорога прямая. Да. Так. Трактора используются, да, так же. А очень часто просто, когда на территории села уже земли нету, когда ширине уже рассеялось. Облака опускаются. Облака опускаются. Облака опускаются. Облака опускаются на современном комфорте. Облака опускаются. На Любгорец. Начало строительства. Река Аргун. да вода грязная черная ну даже дикат потому что камень выделяет краску а из-за этого она даже когда дождя нет она такого цвета она бывает более-менее прозрачной а зимой вот видно и серый за а вот это камни это камнепад был так точно и камнепад потом еще взрывали расширяли дорогу и часто это бывает камни падать что как камни падает часто бояться нечего нет это редкость редкость небольшие часто подошел таки здорово это очень важен да запах сероводорода как это называется китайский вот это тухлые яйца блюда какой-то там зародыша но это и есть уже аргунского ущелье мы уже по нему движемся это один из небольших участков на территории чеченской республики где как вы видите нету асфальтового покрытия из-за того что тяжелая техника туда-сюда въездит здесь строится вот этот гэй вот этот гэс чуть дальше еще строится горнолыжный курорт глянучий на горько нету разобьет дорогу да но он уже действует да? чистичен не полностью что будет стоять? а там где-то пушки и снега дело в том что иногда бывает капли а вот он тоннель уже видно его горя да там оборудование через всю скалу идет вау ну какая-то большая огромная прям скала мы уже с Олькой объехали тут работы початно да в скале пещера о как интересно мостик там всем полегче байкер девушка даже сидела на мотоцикле ехала да девушек очень много на мотоцикле ой подвесной мостик там наверху за денежку там не турбаза там ресторанчик а турбаза две башни да на обратном пути остановимся да интересно интересно это 12 века башня ого в экспортации одна башня была взорвана по-моему если не ошибаюсь левая а во времена ЧАССР вот эти две башни являлись визитной карточкой на всех почтовых марковых открытках ЧАССР они присутствовали будет получать абонина и все в сторону окончить карточку ну тут чувствуется что а у нас кондиционер включен 10 градусов на улице за бортом а может быть у вас конфетки с конечком может поэтому теплее стало да рассказывается да вот что у предки я реально душу отдыхать здесь ребят обратите внимание слева справа сейчас будут попадаться старые строения 18-19 века тут немножко несколько все расстанутся вот да вот они здесь еще также есть вода прямо аж черная да да всем уже над обрывом да ну то он тут не обрывает жилых башен старых вот это вот да да газ пошел газ газ а тут везде газ газ пошел да а детский сад по-моему да детский сад детский сад, милиция, больница своя небольшая ну это такое небольшое селение здесь да да можно так сказать это все называется Туркалинский район именно вот это поселение Зумсой это часть тейпа, чеченский тейп как мне повезло что я на этой стороне сижу да у меня есть родственники по отцовскорине смотри даже надпись здесь есть тейп Зумсой Аллаху Акбар Ахмадсила вот видите восстановленная башня трехэтажная а вон там да далеко да да как интересно да вот какая-то это что такое да матки часто задают вопрос чем местные жители занимаются точно так же да животноводство, скотоводство, строительство какая мощная структура всякая в армии в том числе то чем как говорится форель а смотрите все побеленные деревья да вдоль реки вот даже все побелено все стволы беленькие взглядный пример как некоторые задают вопрос почему в Чечне есть там боксеры, борцы и так далее нету знаменитых лопцов попробуй попробуй а где да тут плавать то негде да правда у нас решение коровки развалились такие лежат здесь у нас есть серебряная чемпионка мира после боевых лука например есть девочки кто занимается восточными единоборствами но в основном они на соревнованиях не выступают ну родители, отец например не прочитают для себя чисто а в школе вот физкультура девочки вылезают? точно так же как у вас точно так в юбках физкультура? в брюках не спортивные сверху юбку можно накидать пожалуйста это не запрещается? да и мальчики и девочки все на этом да просто в разных школах понималка может отличаться если где-то класс маленький для спорта может быть метра как бы совместная совместная тогда девочки не в юбках уже либо там какие-то спортивные штаны сверху с различной вариацией что-то не в юбках где-то в юбках черная река и огромная скала И шашлычок. О, какой он вкусный, ароматный. Меню. Барани на 600 рублей. Это шашлычки, говяди на 600 рублей. Курица 400 рублей. Рыбка форяль 600 рублей. Люля-кебаб 400 рублей. Поднимаемся наверх. Это что, можно на машине сюда въезжать? Конечно, машина едет. Девочки, аккуратно. Так неожиданно. И вот прям туда. Всех напугал. Всех напугал. Ого, с каким стрежатом собрался. Вот наш автобус стоит, на котором написано город Ейск. Скалы. Ой, подвесной мостик. Ветрище. 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 Ого. Просто неожиданно. Ветрище. Ага.